Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь. Это моя жизнь. И как говорила та девочка, и никому не здрасте, которая приходила в плохом настроении из садика. У меня сегодня плохое настроение, я сегодня крайне расстроена, крайне огорчена. Даже, возможно, не вспахнула. У нас сегодня был экзамен, к которому я готовилась очень-очень сильно, на который на 60 вопросов у нас было дано чуть меньше, чем 2 часа. И это было с открытыми этими записками экзамен, но, в общем, он немножко был не в той форме, в которой я готовилась. То есть я практически переписала всю книгу, как она и советовала. Но со мной, как это правильно сказать, проблема возникла в том, что у меня еще, наверное, недостаточно языка. Ну, понятно, что его еще недостаточно. Его даже более чем недостаточно, потому что, ну, не так много ты учишься. И чтобы узнать все слова, надо их услышать, надо их сказать. Как Антоша сегодня утром сказал, он начал читать книжку про Рузвельта. И я спроговорю, ну, как тебе? Он говорит, ну, классно, но только я, говорит, понял, что... Я забыл, как он точно сказал, но он сказал, что, типа, книжка для него не подходит по возрасту в том плане, что он некоторых слов не понимает значения. То есть он их еще не слышал в речи, не употреблял в разговорах. И поэтому... Поэтому и ты столкнулась с таким проблемой. Да, я столкнулась с этим. Я подошла к ней в середине экзамена, когда я уже поняла, что из 60 вопросов 6 у меня вызывают совсем уже прям легкие, так сказать. Ну, вообще, мне сложно понять формулировку и значение вопросов, что нужно. Вот. И я подошла к ней и сказала, что вот в этом предложении, я не поняла, вот это, вот это, вот это слово могу я именно для этого, для этого, для этого слова использовать телефон, чтобы перевести. Она сказала нет, говорит. Если, говорит, во время лекции, говорит, я тебе разрешаю, а на экзамене, извините. А ты не попробовала сказать, давайте я при вас переведу это слово? Нет. Она вообще сказала нет, столы были очищены, на столе можно было оставить только ручку и тетрадки. Тетрадки были проверены на наличие печатного текста. В смысле, чтобы не было? Чтобы не было печатного текста в тетрадках. Серокопии или распечаток? У меня тетрадка такая, что в ней в тетрадках еще есть папочки, где, ну, расписание вложено. Она даже попросила достать расписание, хотя она сама его печатала. Вот. Это мало времени для меня, наверное, как для студента ИСР получилось. В среднем где-то около двух минут на один вопрос. Я пока его прочитаю, пока, ну, обработаю, что ли. Да? Не. И на самом деле, хоть она и говорила, что, ну, открытые тетрадки, открытые тетрадки. Да нет, у того времени лазить в этой тетрадке и искать там что-то. Что еще? Что заметно изменилось в классе после экзамена? Она нас, в отличие от всех учителей, после экзамена не распустила, как обычно это делается. А, ну, мы начали новую лекцию. Продолжила террор. Люди писать стали в классе. До этого не очень много кто писал в классе. А тут у всех открылось, блин, прямо за ней записывать. То есть они подумали, что они могли бы списать? Или они неплохо, или они плохо написали экзамен? Ну, может быть, тоже кто-то понимал, что... Ну, вот девочка, мы подружились с девочкой из Китая, и меня сегодня немножко, ну, она, ну, как поразила, она пришла абсолютно не готовая. Мы просто перед экзаменом разговаривали. Я говорю, ты готовилась? Она говорит... Ну, я, говорит, посмотрела и достает этот листик, на котором распечатано... Что? Что будет? Что будет? Она просто вот какие-то пометки на китайском сделала. Я говорю, а где твой ноут, типа, ну, что можно с тетрадки? Она говорит, я не брала. В общем, она сдала минут через 30, наверное, от начала экзамена, листик, и просила... И дальше сидела, играла... Ну, в телефоне, в общем, что-то она там делала, неважно, в общем, да? И что ты думаешь, она все ответила, или... Я не знаю. А как вообще был процент сдаваемости по времени? Процент сдаваемости я сдала уже тогда, когда началась перемена, но она сказала, что, типа, я разрешаю, кто... Ну, вот как время истекло, если вы не хотите, грубо говоря, в туалет пить, есть, там, отдохнуть, вы можете свою перемену потратить на ицам. Но как только случается время, что началась лекция... Сдаем. Все сдаем. Я могу, кто остался на перемену? Я осталась со мной, остался парень вот этот, который мне рассказывал про Амазон. А я рассказывала про Амазон? Что на Амазон можно книжки брать. А, ну, нет, наверное, не рассказывал. Я хочу сегодня об этом говорить. Я сегодня расстроена, в общем, короче, хочу... Ведро мороженого закусывая шоколадкой. Так поехали. Закусывать шоколадкой! Запивать корой, примеряя новые туфли и выбирая новую сумку. Вот как у меня прямо настроение поднялось. Ну, в общем, остался парень этот. Да куда мы едем? Конечно, замороженным. Жизнь вообще... Едем замороженным? Да. В магазин ты пойдешь, а ты любишь штаны? Пойдешь в этих штанах, у тебя красивые штаны. В общем, парень остался. Он не ESL студент. Он хорошо учится. И что интересно, да, мы сидим-то рядом. Ну и получается, я у него какие-то вопросы уточняла про Амазон. Оказывается, на Амазоне можно не обязательно покупать учебники. Их можно в аренду брать. Он мне объяснял, как это делать. Ну, просто один учебник мы заказывали через Амазон. Когда ты еще, когда я начинала учиться. Я тебя перебью, а мы в Walmart поедем замороженным? Да куда хочешь. Только не тортся. А ну, быстро. А какое будем брать? Ведро или нет? Ванильное. Ведер. Ведерка? Нет, в ведро. Я настаиваю на ведре. Значит, ну, в общем, этот мальчик остался. Короче, ты будешь заедать проблему? Ой, да, и что? Зажирать. Я тебе больше скажу. Когда я, блин, уже, ну, я сдала и пошла все-таки в туалет, я вообще подумала, неплохо, бро, и сегодня не забить ее. Залить. В общем, парень этот остался, а осталась пожирает женщина. Она очень плохо говорит. Сколько лет? Это та, про которую с сумочкой? Нет, другая. А расскажи про ту сумочку. Здесь какую сумочку? Которую с котиками? Которую... Нет, другая. Та... Это с другого краса. Ситуация с сумочкой с котиками, с другого краса. Она очень пожирная, и я предполагаю себе, что она ровесницей малой летом 70, может быть, 6... Она, короче, от 60 до 70 лет, потому что она ухоженная, но уже ухоженностью какие-то вещи не замажешь, короче. Остались... Ну, в общем, у нас пятеро или шесть раз осталось. И, в общем, она видела, с каким я лицом сдавала экзамен. Она еще попросила, когда сдаешь экзамен, сдавать, показывать свою тетрадку. Она говорит, я просто хочу знать, кто видит, ну, кто как, типа, зависит ли это, типа, от того, ну, как... Ваши знания, от ваших записок. Да, от тетрадки, типа. Она просмотрела и вывыпросила меня, говорит, зачем ты столько много пишешь? Ну, я же все выходные, блин, да, переписывала своими словами книжку. Ну, зай, ну, давай правильно объясним. Ты не то, что переписывала, ты разбиралась, ты конспектировала. Ты не просто переписывала книжку, а потом списать, да. Нет, нет, я делала конспект, да, да. Нет, нет, я делала конспект, что-то, ну... Мне, просто кто-нибудь может подумать, что ты сидела, блин, как... Нет, это было... Восьмиклассница переписывала, чтобы потом все содрать. Нет, нет, я конспектировала... Семь параграфов книжки. Что еще? Она сказала, типа, ты окей? Я говорю, да, типа, я окей, говорю. Было бы окей, если бы ты мне разрешила хоть пару слов перевести. Я говорю, просто, говорю, я немножко расстроена, очень сильно. Она говорит, ой, типа, не переживай, все хорошо, все хорошо. Я говорю, ну, да, все хорошо. Короче, она сегодня показала свое истинное лицо. Вот тогда она сказала, что она строгая, потом она как бы все отпустила, да? А сегодня как бы она уперлась рогом. Ну, я не знаю, она мне все равно очень приятна. Ну, она могла дать, вот сказать, давай, хорошо, около меня, стой, около меня, переведи эти два слова. Я тебе так скажу, вот учительница миссис Брингс, которой я, я уже думала о том, как я ее отблагодарю, когда-то в своей жизни, когда я буду получать свой диплом, я обязательно в свою речь включу ее, да? Я думаю, что она бы, да, вот она бы либо сказала, либо переведи вот прям при мне, либо она сказала, хорошо, ты не понимаешь вот это слово. Значит, простыми словами это значит бра-бра-бра. Да, я думаю, что это было бы правильно. Вот она такой чего, а эта немножко не так. Она мне все равно очень приятна, и я не скажу, что типа там, фу, типа там все, типа не люблю ее, она мне не нравится, или мне неприятно будет у нее учиться еще 4х. Но когда ты будешь писать ей ревью, я думаю, ты задумаешься. Нет, она прекрасна как преподаватель, она очень просто делает вот эти вот страйды, которые мы быстро конспектируем за ней. Она дает очень много, ну, она очень много дает, но скажем, вот если миссис Брингс, я буду помнить, наверное, блин, в 70 лет буду рассказывать, как может быть, да? То ее я, наверное, навряд ли все равно. Как пройденный. Да, она просто пройдет как этап, и все. И я же говорю, у меня система этапов в жизни, поэтому это будет один из этапов, возможно, не очень принятный. Так, о чем это? Ну, о том, что, короче, и ты сдала расстроенная, и она? Я сдала расстроенная, и сейчас я еще объясню, что мне было тяжело на экзамене, но я должна это показать, потому что, я не знаю, когда я училась в Белоруссии, у нас этого не было. Использование вот этой вот, сейчас я скажу, как оно, блин, называется. Оно называется скентрон. Короче, это форма. Как ее правильно? Да, вот так, но уже это. Короче, когда ты отвечаешь на вопросы, ты не отвечаешь, допустим... Не делаешь развернутые ответы, выбираешь ответы. Ты выбираешь ответы... Это типа, наверное, как ЕГЭ. Ну, я не знаю, что это, да. То есть, задан вопрос, и к нему четыре ответа. Да, и вот... Точно так сдают на права в Америке. Вопрос-ответ, выбираешь правильно. Я скажу, почему для меня тяжело. Я, во-первых, когда начинаю нервничать, у меня начинается приступ кровной боли. Я принимаю много медицины. Один из накатывающего приступа мигрени, это то, что у меня пропадает зрение на правый глаз. Здесь очень мелко написано. И когда я, допустим, я знаю, что мне нужно подумать над 14-м вопросом, я его пропускаю, да. Я могу забиться потом. Мне очень тяжело зарисовывать эти кружки, потому что мне надо левым глазом присмотреться, где Э, где Б, где С, где Д, где И. И для меня все-таки более простая форма, когда ты читаешь ответ, тут же зарисовываешь, выбираешь, пишешь от руки, блин. Мы едем за мороженое. Мы едем за мороженое. Настойчиво. Блин. У меня карточки есть. Хорошо. Или заедем домой за твоей. Ну, поехали за твоей. Сегодня ты угощаешь. Блин, ну нафига я так делаю рукой? Ну, вот что это самое. Блин, что, что я сказала, что я овца. Давай. Потому что я не овца. Потому что овца прошел раз, когда так сделала, перед экзаменом, письменным, не могла писать. У меня тут такая педня на руке есть. Забавная. И когда я так делаю, она потом болит, и потом сложно ручку держать. Так про что я? Ну, и добила она меня в конце дня. Просто я уже уходила из класса, она еще раз спросила, у тебя правда все хорошо? Я говорю, да. Не переживайте. Все у меня хорошо. Нам вернули брошюры, которые мы делали по... Ты показал, что я сделала. Вот такая брошюра. Здесь нужно вводы. Ну, в общем, о нем. О Павлу. Мне Павлов достался. Из другой стены. Надо было написать какую-то, допустим, его немножко биографию, важные моменты. Написать о его теории, написать, из чего она состоит. Потом, как мы можем это применить к детям. И какие... Ну, чем это хорошо, то, что мы знаем, и чем это может нам помочь с детьми. В общем, из 50 возможных она мне поставила 45, потому что у меня есть спеллинг местей. То есть, грамматические шаги. Ну, это опять же, то есть, работа была сделана хорошо, а сказывается нехватка, ну, образования, скажем так, элементарного. То есть, вот... Вот в этом плане мне понравился физрук. Мы как-то в классе что-то писали, там, ну, такое коротенькое, типа, там, а, плохо курить, плохо пить. Я когда ему отдавала, он говорит, так, скажите, да. Он говорит, а вы спеллинг будете чекать или нет? Он говорит, я тренер, говорит, конечно, нет. Я говорю, а, ну, ладно, тогда отдал ему, попел. Тогда можно. Ну, был же и хороший предмет. Вуменстадь. А, на Вуменстадь тебе интересного было. Ну, я же подготовилась уже ко второй своей работе, перелопатила вот столько вот информации по поводу этого третьего пола, про то, что, в принципе, ну, как это сказать, общество само формирует иногда этот третий пол. В общем, я это всё от руки набросала. В общем, я поняла, что от руки набрасывать – это плохой вариант, потому что ей, видимо, было тяжело немножко читать моё от руки написано. Хотя, вообще, я считала, что у меня почерк достаточно читабий или мы. Как это сказать? Ну, почерк у тебя… Как это сказать? Ну, легко читать. Красивый, но, видимо, в английской интерпретации может быть. Поэтому я поняла, что лучше всё-таки набирать, чтобы… И я ей принесла. Она осталась очень довольна. Она просмотрела, сказала, говорит, «Крас, мне, как это нравится, здесь больше информации, чем я давала в «Крас». Ну, и я ей говорю, что, понимаете, говорю, для меня этот класс абсолютно новый. Я переехала во взрослом возрасте в Америку. Я не брала ни в хай-скул, здесь никаких этих унистатин. Для меня, говорю, это вообще всё новое. И когда вы говорите какие-то термины в классе, я, говорю, прихожу домой и начинаю, блин, атаку интернета. Потому что мне надо знать, мне надо разбираться. И она сказала, говорит, что я знаю. У меня, говорит, есть студентка в другом классе из России. И, говорит, она меня ненавидит. Потому что она, и, говорит, мы с ней недавно разговаривали после класса, она, говорит, в очень агрессивной форме отстаивала своё мнение по поводу того, что нормально, когда есть только два пола, типа мальчик-девочка, что нужно исключить все эти третьи пола. Полы. Полы. Ну, в общем, товарищей третьих исключить нужно. И, говорит, она была столь агрессивна. Я говорю, вы знаете, говорю, а я вот, говорю, как-то наоборот, вот радуюсь возможностям, говорю, мне очень интересно. Она прочитала то, что я нашла дополнительную информацию о фофофинах. Она говорит, это очень интересно. Я у неё спросила, говорю, а могу ли я включить, ну, пример не только о человеке, а о собачках. И рассказала о том, как мы, когда у нас щены-собачки были, да, у нас одна девочка росла рядом с мальчиками, и она начала реально думать, что она мальчик. Она стала писать, как собачка-мальчик, поднимать ножку. В общем, она себя вела так, как вёл наш самец. Она засмеялась, говорит, это очень интересно. Говорит, да, это получается, вот, говорит, как окружение формирует вот этот вот третий пол. Она фактически девочка, ну, ведёт и ощущает себя как мальчик. Говорит, ну, мы тут как бы о людях, говорит, поэтому ограничимся, говорит. Вот, говорит, какой-то, кого-то ещё на шаг, говорит, я вон в красе давала о Мексике, о Индии, о Албании. Я говорю, ну, это оказывается развито ещё, говорю, даже в Америке, в Австралии есть этот третий пол. Именно кого общество как бы формирует. И, по-моему, даже у американских индейцев был третий пол. Вот, если я сейчас у меня просто в голове очень большая каша такая. И она сказала, говорит, да, я буду рада, если ты, типа, включишь это. И очень осталась она довольна. В общем, мы расстались, может сказать, лучше. Ну, пошли за морожком потом таком. Ну. А, так мне надо телефон взять, потому что у меня карточка в телефон. А что, антидепрессант уже не записывал, да? Ну, ну, чуть-чуть записывал, но после закончим. Как вы уже поняли, мы идём в Волмарт, чтобы купить... Антидепрессант. Антидепрессант, да. Мы будем только один антидепрессант брать, или ещё пойдём ладить куда-нибудь? Не, мы, наверное, возьмём только мороженое и холодное. А холода дома есть. Блин, ты мне испортишь въезд? Нет, твои проблемы. У меня здесь нормально. Нет, мороженое в следующем ряду, Жайка, пошли. А? Нет, в том ряду. Мне кажется, оно с этой стороны стоит. А вы, кажется, здесь картошка сейчас будет. Блин. Может, прошли тогда тут ряд? Так, ну, хорошо, идём. Да, мороженое с той стороны. Мы прошли. А как это разобьет? Мы давно не были в этом Волмарте и забыли, где мороженое. Вот оно. Вот этот мороженовый рай. Мы идём за ведром. Можете купить какой-то средний вариант между большим ведром? Да, не очень хорошо. Так, Зайка, не колотись от холода. У меня сейчас тоже можно. Ну, вот, вот. Мы любим покупать вот такое ванила. Оно стоит 5,97. И объём у него 4 литра 250 миллилитров, скажем так. 4,25 литра. Ты хочешь только на другом остановиться? Я думаю, если в морозилку не влезет, ничего, ведро сам. Сейчас искушаем. А ты не помнишь, что у нас в морозилке? Хорошо, абсолютно рассеточка. Да? Ну, мы можем взять вот какие-нибудь такие маленькие недовидёрки. Два. Давай шоколадные тогда возьмём. Может, ты и тут шоколадные. Шоколадные и не шоколадные. Я не вижу ванильного здесь. Ой, давай возьмём с карамелью. И вон ванильный. Зайка, ты уверен, что с карамелью? Может, он же шоколадный? Может, лучше шоколадная и шоколадная? Вот такое? Угнатый как? Нет, я как ты хочешь. Мне без разницы. У тебя же это заедало. Ну, давай тогда возьмём шоколадный. Просто я боюсь, что этот эксперимент может быть... Тем более салтой. Там есть салтой. Там есть с печеньками. Давай покажем ещё какую-то. Супер. С печеньками это другое, да? Ну, в общем, обзор мороженых надо делать. Можно, смотри, Зайка. Я так понимаю, это салиноватая будет? Ну, ладно. А там, вон, с печеньками. Нет, с печеньками. Давайте так, как ты шоколадный. Вот это? Да. И ванильный, обычно. Держи. Зелёное не хочешь на то ловлю? Значит, берём баночку шоколадного. Что у него с весом получается с объёмом? Литр 360. Блин, а я не на самое... Подержи, пожалуйста, одну баночку. А то я не подержу. Так, и берём вот такую ванильку. А есть ванилька, и есть какая-то ещё, он, хоум-мейт ванила. Возьмём простую. Да? То же самое, короче, 397 баночка. И всё, двигаем на кассу. Закуплена. А я тебе отдам. Сразу инием банки покрылись. Они такие холодные. Блин, ну давай я надам на пакетики, если в пакетики. Ну давай. Потому что ну куда надо бы на кабинке ставить? Короче, компания или бренд, скажем так, называется, Блю Бани, ванилка, и такая же Блю Бани, шоколадная. Блин, ручится просто. Ну давай, Блю Бани. Так я не помню, про что он говорит. Пробуем отстать. Что она сказала, что ты сделала очень большой труд, который... Ну, она сказала, что я могу продолжать в данном направлении работать. А по ней будут экзамены? А по ней будет финальная презентация. Это когда нужно было, ну, сделать, ну, на заданную тему, там, рассказывать, там, бла-бла-бла-бла. Вот. Ну вот получится, что оценка сложится из вот этих вот работ, что мы будем писать еще, по-моему, две, и одна презентация из четырех оценок с вашей срочица полная оценка. А Фьюра? Так я срок на свет, я тебе надо пустить. Чтобы мы не устали. Он волнуется, чтобы мы не уставали. Но на самом деле, он, короче, просто нас немножко сегодня, конечно, обломал. Он говорит, что, типа, помните, я там домашку отменил, экзамены отменил. Поэтому у нас будет небольшой тест в понедельник. Он говорит, сейчас я зачитаю вопросы. Вы не волнуйтесь, типа, это очень легко. Опять же, все можно открытое, чтобы было. И даже такой сказал, вы даже, говорит, мы будем, чтобы мне, говорит, было проще делать с вот этими скантронами, что я показывала. Вот. Ну, говорит, вы не волнуйтесь, их покупать не надо. Вообще, их покупают студенты в нашем магазине. Они стоят, ну, в нашем смысле, в колледже, в магазине, они стоят долларов 98, 12 или 10 штук. Я точно не помню. Вот, говорит, я сам куплю для всех, типа, не надо покупать. И, ну, вопросы, там, такие, типа, курение, это вредно или нет? Почему? Не в затяжку. Да. Почему увеличивать за последнее время продолжительные сезоня, варианты? Потому что у людей, там, что? Может, телефон, что-нибудь? Ну, там, вопросы. Так, а что, вот, обсуждали, почему увеличилась продолжительность жизни? Потому что вакцинация появилась. Потому что изменилось. А, ну, это в обществе. Не то, что прям вот. Не, ну, я думал, что-то будет именно вот. Нет, очень все в общем. Такое. Он говорит, ну, естественно, смотрите, вы сможете смотреть. Ну, вот все, то, что, о чем мы порутаем, все эти лекции, они, опять же, на слайдах как бы есть. Он все это на почту скидывает постоянно, мы можем смотреть. Ну, мы, в общем, с Сахарой подошли к нему после урока. А девочек освободят? Не, не, и мы подошли, я улыбаюсь, говорю, скажите, говорю, а вы можете дать мне домой посмотреть вопросы? Он говорит, не до такой степени, все будет просто. Я говорю, ну, ладно. Надо было сказать, просто нас двое освободить от нас. У нас трое появилось, еще одна девочка. Но она как-то появляется периодически. Она то приходит, то уходит, то уходит среди урока. Вот даже среди того времени, что он нас держит, там, час какой-нибудь, да, она это успеет куда-то сойти. Расскажи про эту женщину, которая рассказывала мне на другом уроке. На другом уроке у меня есть женщина. И мы, когда у нас было задание, мы начали, когда проходить периоды у человека в жизни, какое они имеют влияние на дальнейшее. В общем, нас интересовали периоды от... Мы написали от даты своего рождения до настоящего, и об этом, по-моему, рассказывал вчера. Ну, факт, что у нас потом сказали, что мы поверну друг другу, мы же сидим за такими парточками, ну, вот как прямо в американских кино показывают. Маленькая парточка со стульчика. Стульчик зафиксирован, ты его не там не сдвинешь, не подвинешь. Мы их поставили в кружочек, ну, где-то мы разбились по 4-5 человек, да. Ну, и когда я увидела, что у неё год рождения стоит на 2 года старше Серёжи, я немножко прикабонировала, потому что, ну, вообще, азиатки, в принципе, выглядят гораздо моложе своих лет, но тут прям меня прибило, потому что, ну, глядя на неё, нельзя подумать, что ей 17 лет. Допустим, на некоторых смотришь и видишь, что мы совсем юные девушки. Но я думала, что ей, ну, я не знаю, 25, там, ну, от 25 до 30. Ну, когда, я говорю, я прям своё, так сказать, я и сказала, говорю, что, блин, говорю, я бы никогда в жизни не подумала, говорю, я вообще считала, что, говорю, вам лет... А что, люди столько живут? Я говорю, что он лет 20, как бы, она, не-не-не, типа, там, ну, 20 уже. Ну, в общем, выглядит она просто шикарно, она выглядит, блин, моложе, чем наша тоже. Ну, образно говоря. Она очень юной выглядит. Ну, я ещё раз отмечу, практически все азиатки, на мужчин я как бы особо ни о ней не обращала, практически все женщины выглядят гораздо-гораздо моложе своих лет. А женщины, которые из Южной Кореи, они все выглядят как фарфоровые куколки. Вот, реально, они очень с хорошим макияжем, они очень у них популярны. Просто у меня несколько подружек было выясало классик, то есть из Южной Кореи. И сейчас девочек, с которой я дружу, тоже она из Кореи. Они все пользуются этими линзами, чтобы зрачки эти были огромные. Ну, прям, ну, они смотрятся, ну, реально куколки куколками. Очень красивые. Поэтому переходим на морскую капусту. Почему? Потому что они все едят, блин, водоросли. Ну, да, наверное. В общем, понять секрет их не вот такой молодости. Понимаете, на ней даже отсутствуют мимические морщины. Вот, ну, у любого человека... Ну, у любого человека... Ну, да, с неймодности на морде. Ну, у любого человека мимические морщины, да. Ну, здесь, как-то там, здесь. Ну, у нее такое ощущение, что она по утрам все лицо гладит. Все с утра, блин, там рубашечка, штаники, а на лицо. Ну, очень молодого виды. Ну, и я, наверное, еще ни разу полную азиатку не видела. Ну, это тоже у них, наверное. Может, им сложно располнить. У кого-то склонность к чему-то, а у них склонность не к полноте. Ну, вот такие дела ко мне. Ну, вот такой был немножко... Результат экзамена я буду знать на следующей неделе. Грустный немножко экзаменационный влог. Будем надеяться, что выстрелит. Как выстрелила? С чем? На музыке. Нет, с музыкой. А вот недавно, что ты думала, расстраивалась, а у тебя хлоп и получилось хорошо. По-моему, это было. А, когда ты получила, мы же записывали влог. Ты даже и не ожидала, а так хорошо. Я абсолютно не ожидала. Я надеялась, что будет Си. И думаю, надо успокоиться. Си тоже оценка. И, ну, иногда надо, наверное, как-то быть таким человеком. Вот как смотришь, ты говоришь, какая разница? Главное пас, класс. Типа, сдал, класс и сдал. Уже какая оценка? Ну, неважно им, типа. Я вообще, конечно, очень удивляюсь, когда вот такие, скажем, ну, я поднесла их в категорию молодые люди, да, когда они не загоняются вот этим GPA, ну, типа средним баллом, да, они что, дальше не планируют какой-то институт? Как-то это для меня непонятно, почему они свободны от каких-то дел, не посвящают свое время учебе. Ну, наверное, молодые. Зая, знаешь, здесь у меня фотка скинула. Моя подружка полукраса проспала. А у нас, кстати, спилили дерево. Сейчас я, наверное, подвернусь, чтобы было видно. Ну, мы, наверное, себе ничего там брать не будем. Так, вот, уже видно, да? А, написано, что беспомолное. Да, видите, вот спиленное дерево вот за серой машиной, за этой. Тот, кто смотрит версию вовнутрь машины, вы можете перейти и посмотреть конец видео в этом видео. Вот. Вот оно попилено на колоды на такие, и на одной написано фри. То есть, кому надо дрова для камина там, или я еще не знаю для чего, можно приезжать и забирать это. И так происходит со всеми вещами. Кто-то диван может выстоять. Кто смотрит наши влоги, видел, около нас стоял холодильник очень долго. Телевизоры. Когда мы приехали, вообще телевизоры, кубики выбрасывали повально просто. Ну, это вообще нечто было. Вот. Очень часто всякую мебель выставляют. А потом интересно, как сменилась тенденция. Стали уже плоские телевизоры выставляют. Маленькие диагональки меняют на большие и выставляют плоские. Ну, мебель очень много на улице выставляют. И что самое интересное, еще вешают скотчком это, что хорошо работает. Меня так умиляют эти записки. Пульт скотчем приклеен, и написано, хорошо работает. Ну, это же так. Тоб человек, ну, знал, брать, не брать, не волновался. Интересно. Ну, все, наверное, на этом закончим. Поедем, а то мороженое тает. Всем хорошего настроения. Кто учится, хорошо учитесь, старайтесь. Сильно не расстраивайтесь. Ну, или если что, по нашей схеме. С заморожкой. Все. Всем пока-пока. На канале. На нашей жизни. Я все время что-то забываю. И лайф, и смай лайф. Всем хорошего настроения. И хорошего учеба. Бай-бай. Ну, кармин, да? Тут точно прекрасно. Ну, тут. Ага. Не забрался. Все хорошо. Ну, еще два. Заходи, петя. Откроем. Не хочешь. Смотри, все равно, скорее, откройте. Нет, ну, кот, ну что? Постоял, что бюджет открыла. Ну, это, по-моему, предведом. Ну, куда-то открывать. Или он стал, по-моему, троги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok